Здравствуйте! В эфире проект телеканала Беларусь-4 «Школа жизни». Выбрать профессию, вступающему в жизнь подростку, часто помогают родители. Имея большой опыт за плечами, они посоветуют подобрать специальность, которая позволит создать прочную опору под ногами. Но ведь как важно подростку учесть и собственные предпочтения. Так надо ли помогать детям решить, кем быть? Если помогать, то как правильно это делать? Ответы на эти и другие вопросы попробуют дать гости нашей сегодняшней программы. Уважаемые родители, выбор профессии – это самый важный момент в жизни вашей семьи. Уважаемые родители, выбор профессии можно приравнять к выбору судьбы. Уважаемые родители, от выбора профессии вашим ребенком, конечно, зависит, будет ли он счастлив в будущем. Потому что собственное удовлетворение с тем, что он делает, это очень-очень важно. Задайте себе вопрос, счастливы ли вы в своей профессии. Сделайте так, чтобы ваши дети были счастливы. Знающие люди говорят, что счастье ходит на двух ногах. Одно – это выбор спутника жизни, а второе – выбор профессии. Здравствуйте! В эфире проект телеканала «Беларусь-4» «Школа жизни». Выбрать профессию, вступающему в жизнь подростку, часто помогают родители. Имея большой опыт за плечами, они посоветуют подобрать специальность, которая позволит создать прочную опору под ногами. Но ведь как важно подростку учесть и собственные предпочтения. Так надо ли помогать детям решить, кем быть? Если помогать, то как правильно это делать? Ответы на эти и другие вопросы попробуют дать гости нашей сегодняшней программы. Сегодня у нас в студии вместе с уже знакомыми вам гостями присутствует начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации молодежи и профессиональный профориентолог. Как вы считаете, что самое трудное для детей и их родителей в вопросе выбора профессии для детей? Я думаю, что самое трудное – это принять окончательное решение, к которому склоняют родители детей. Ведь выбор профессии приравнивается к выбору судьбы. И очень тяжело. Тяжело родителям или в первую очередь ребенку? Тяжело детям. Потому что в этом возрасте принять решение на всю оставшуюся жизнь в принципе невозможно. Я считаю, что самое сложное – это умение соотнести свои профессиональные намерения со своими склонностями, способностями и возможностями. Вот это самое сложное. Информации много. Диагностики, пожалуйста, и в интернете, и в региональном центре тестирования и профориентации учащейся молодежи, и у психолога школы. А вот умение соотнести – вот это самое сложное. И поэтому надо обращаться к профессионалам, профконсультантам. Конечно, так как мы речь ведем о детях, обучащихся, достаточно сложно для родителей, скажем, наверное, мотивировать их на учебу в том направлении, которое, может быть, им понадобится в будущем. Это, наверное, самый сложный вопрос. Выбор профессии, он иногда даже происходит очень спонтанно. Знаете, вот он до конца практически 11 класса играл на компьютере, а вот в мае месяце ему нужно решить, какие предметы ему сдавать. И я думаю, что вот чем раньше родители смогут убедить ребенка, что нужно все-таки очень серьезно отнестись к учебе, к основной их, скажем так, в это время профессиональной деятельности, тем больше надежд на успех в будущем. Вот это самый сложный вопрос, потому что вот мы здесь уже, наверное, предварительно говорили о том, что на сегодняшний день наши дети, ну, имеют не очень высокую мотивацию к очень многим делам. Самое сложное, когда у ребенка не бывает выбора. То есть родитель, допустим, знает, ну, куда пойти ребенку, какую профессию получить, чтобы потом достаточно обеспеченным быть в жизни человеком, успешным. Но в то же время, как вот Владимир Иванович сказал, мотивация низкая, и ребенок не желает, в принципе, прилагать усилия для того, чтобы эту профессию законными путями получить. Да ему, может, просто неинтересно. Просто неинтересно, и он даже не знает, чего он хочет, потому что на самом деле не так-то много вот этих вот профессиональных направлений, на которые можно разделиться, разделиться, допустим, после девятого класса, и уже в десятом целенаправленно готовиться к тому, чтобы успешно сдать СТ и поступить именно туда, кем ты хочешь быть. Профессия – это вид трудовой деятельности, который требует определенной подготовки, научиться нужно, и являющийся источником существования. Где-то за время, пока мы учимся там от первого класса до четвертого, очень многое, в общем-то, упускаем в формировании вот этих его ценностей. И он у нас, конечно, превращается, исходя из, правильно было сказано, с этой жизни достаточно обеспеченной, превращается, в общем-то, эти ценности теряет и превращается в заурядную достаточно личность, которому совершенно ничего не надо. То есть, получается, взрослые, по большому счету, упускают время, упускают тот момент нужный, когда необходимо об этом говорить. Ну, понимаете, да, об этом нужно, наверное, говорить всегда. Я говорю, когда у ребенка есть это желание, наверное, оно где-то стать врачом или стать милиционером, оно где-то идеализировано, профессия для него, у него нет понимания многих вещей, там, профессиональных этих особенностей той или иной профессии. Но вот в этом возрасте, наверное, мы правильно можем его лепить, понимаете, мы правильно можем его формировать. Одним из способов выявления профессиональных наклонностей каждого ребенка является профдиагностика. Насколько она эффективна? Знаете, я далеко от мысли, что есть какой-то метод, который может сказать вот те волшебные слова, которые хотят услышать родители. А родители так хотят найти такой метод? Да, они, когда, в общем-то, приходят на консультации, они ждут решения всех своих проблем. Сегодня, в общем-то, нет вопроса, как пройти ту или иную диагностику. Открываете интернет, очень много сайтов российских, то есть русскоязычных, вы проходите, получаете сразу результат. Здесь, наверное, не в этом проблема. Проблема заключается в том, что мы недостаточно внимания уделяем нашим детям. Методик их предостаточно. Пройти нет никаких проблем. Но реальность такова, что важно внимание к ребенку в большей степени. Постоянное внимание к ребенку. Я всегда об этом говорю. Если ребенок интересуется профессией, которая, ну, скажем так, приносит небольшой доход, но родители выступают против. Они же хотят, чтобы у ребенка была твердая почва под ногами. Как разрешить такую ситуацию? Очень важно вкладывать в сознание ребенка другую мысль. Куда ты пойдешь работать? Чем бы ты мог, чем бы ты хотел заниматься, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Но на сегодняшний день, мы говорили, есть очень сильный перекос, когда мы говорим, куда ты пойдешь учиться. То есть мы продлеваем детство ребенка. И как бы не делегируем его полномочия, ему, как бы ответственность за свою собственную жизнь. Очень важно вкладывать это в сознание. Вообще человек, он должен работать и получать удовольствие от той деятельности, которую он выполняет. То есть он не должен чувствовать себя рабом сложившихся обстоятельств. В этой программе мы даем советы родителям. Очень часто присутствует такой вопрос родительский. Скажите, правильно ли я поступаю, если я настаиваю, чтобы ребенок шел по моим профессиональным стопам? Ведь у нас трудовая династия. Опять же, нужно рассмотреть индивидуально, настаивать на своем выборе. Родители, ну, как минимум, категоричность и есть грех. Высказывать свое мнение, свои пожелания, говорить о своей поддержке можно. Но настаивать на принятии решения родителей – это неправильно, это ошибка. Династии были, есть и будут, но все индивидуально. Мир изменился. И ребенок может быть ориентирован на работу на удаление, фриланс, на предпринимательство. Вот если он, находясь там, учащийся еще в пятом, седьмом, девятом, одиннадцатом классе, высказывает родителям свое такое пожелание. Я буду фрилансером, буду работать дома, буду выполнять какие-то работы. Как родителям в таком случае поступать? Обсудить, как он будет реализовываться и обсудить перспективу карьерного роста. Вот ты фрилансер, обсудить трудности, плюсы и минусы. Вот об этом нужно говорить с детьми. Как ты будешь реализовываться, как ты будешь развиваться, что ты будешь делать дальше, как ты будешь расширяться, зарабатывать, совершенствоваться. И вот родителям совет, изучайте вместе с детьми. Что такое фрилансер, тут же гугл в помощь, что это такое. Изучили и обсудили с детьми. Владимир Иванович, а учитывается в центре тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи вот такие новые веяния? Ну, конечно, это же общие подходы. Вы знаете, наверное, во все времена выбора профессии существовало такое понятие модных профессий. О чем мы говорим? Ну, мы говорим о том, что сейчас уже говорилось, что профессия, которая дает очень большой заработок. Профессия, которая дает мне спокойную жизнь. И, в общем-то, в принципе, я не буду напрягаться. То есть сегодня у нас некоторое произошло изменение. Сегодня у нас самая популярная профессия – это программист. Это первая, а вторая в этом рейтинге – это фармацевт. Неожиданно. Да, и когда мы сегодня говорим с родителями, я вот встречаюсь на различных собраниях, я говорю, вы 5 лет или 4 года пролетят очень быстро. А в самом деле вы посмотрите, что это за профессия. Профессия программиста требует совершенно четкого соотношения некоторых психологических качеств. И вы посмотрите, что сегодня программистов, исходя из этой моды, готовят, наверное, уже только в Гомеле все, наверное, университеты, за исключением медицинского университета. И поэтому, в принципе, ну, наверное, уже перебор. А распределение достаточно сложное сегодня у программиста, как ни странно это звучит. Нормальная программистская фирма на уровне ПАМА обычно берет себе десяток, может быть, только ребят, которые с ней начали сотрудничать достаточно рано уже. А остальные распределяются. И вот тех тысяч и двух тысяч долларов, о которых мечтают и дети, и родители, они, может быть, и никогда не увидят. Понимаете? Поэтому, в принципе, мы об этом всегда говорим, что за вот этим выбором следует учеба, а после учебы наступает реальная жизнь, когда необходимо, в общем-то, работать. И еще я хочу добавить насчет вот этих трудностей выбора. В самом деле, вот когда мы беседуем с родителем, мы им говорим, что сегодня, наверное, самое главное, не специалист не в той или иной области, а квалифицированный специалист. Это наша сегодняшняя проблема – найти квалифицированного специалиста. Мы говорим, вы посмотрите, если он будет квалифицированным специалистом, он будет востребован даже уже, может быть, через год, после окончания профессионального технического учреждения образования. Если он, мы говорим, ну вот он с руками, он у нас вот такой вот, значит, мастер однозначно. Поэтому и родителей нужно ориентировать не на то, что вот может быть иллюзорно в какой-то мере. – Модно, да. – Модно, принято, да. – Она вот такую, на реальность дальнейшей жизни. Вы знаете, у меня вот в жизни встречались такие случаи, когда родители силой заставляли поступать в университет ребенка, в общем-то, а из него в дальнейшем получался, ну, замечательный каменщик. Мы все-таки это должны доносить, однозначно доносить. Когда ко мне приходит папа и спрашивает, вот как мой ребенок может перепоступить на экономиста, а он учится на географа, я его спрашиваю, почему вы хотите, чтобы он был экономистом? А у него дядя работает в Москве, у него там своя фирма, и он, в общем-то, может его после этого трудоустроить, и он будет получать это самое. Я говорю, а вот когда он на географа ваш сын поступал, он с чем руководствуется? Да, он возится там всякой, возился все же с этой ерундой, понимаете, ни денег, ни это самое, ни ума. И я его пытаюсь переубеждать. Вы знаете, он может через несколько лет стать очень-очень знаменитым или однозначно, в общем-то, достаточно обеспеченным человеком, потому что у него есть это внутреннее стремление, однозначно. Ну вот мы привыкли, что выбор профессии делается один раз и на всю жизнь. Правильно ли это? Это так быстро и динамично меняется, что сейчас говорят уже о развитии профессионально важных качеств, о компетентностном подходе, что нужно развивать навыки 21 века. Такие, как умение работать в команде. Творчество. Творчество, креативность просто бесконечно. И клиента-ориентированность, сфера услуг будет развиваться, критически относиться ко всему и так далее. Навыки 21 века. Будет работать с информацией, с огромным объемом. И так далее. Вот навыки профессионально важные развивать в себе. Очень важно. В том числе умение учиться всю жизнь постоянно, потому что все обновляется. Я свои консультации с этого и начинаю. Если у тебя мечта, и если есть мечта, в каком бы классе ребенок не был, я говорю, а теперь давай посмотрим на твои ресурсы. И если у тебя 4 балла аттестат, и только есть большая мечта, я за любую мечту. Но путь к этой мечте идет через профтехобразование. А потом дальше, дальше и дальше. А если у тебя ресурс, у тебя ты олимпиадник, у тебя 9 баллов аттестат, то ты заканчиваешь 11 и сразу поступаешь в ВУЗ. Но мечты достигает один и второй. Просто это строить эти профессионально-образовательные траектории. То есть абсолютно неправильно сейчас думать о том, что мы выбираем один раз профессию и на всю жизнь. Абсолютно верное высказывание. Вы же смотрите, человек получает какую-то рядовую профессию, или там должность. Это профессиональный старт. Да, это старт. А дальше он же может повышать свой статус и становиться менеджером более высокого порядка. И тот же учитель, который становится заучим, он уже должен обладать какими-то юридическими знаниями. Кроме психологии, педагогики. А став директором, надо уже и быть экономистом. Хозяйственником. Хозяйственником называется. То есть менеджером, в принципе, тоже отдельно, я считаю, такая область знаний, которую ты сразу участвуешь в педагогическом училище или институции, не получаешь. Так может быть сейчас и вовсе не нужно задавать этот вопрос. Кем ты хочешь стать, мой сын, моя дочь? Может быть этот вопрос нужно заменить на какой-то иной? Как ты хочешь реализоваться в социуме, в обществе? Как ты будешь самостоятельно жить? Очень плохо, когда люди попадают в профессию по недоразумению. Они просто мучаются сами и мучают окружающие. Поэтому вопрос один, к чему у тебя есть призвание? Вот что тебе хочется делать? В чем ты себя видишь? Посмотри на себя со стороны. Мы должны вкладывать какую идею? Как сейчас очень модно говорить, что стань самой лучшей версией самого себя. Ну я вот вернусь к тому, что я вначале говорил, что очень важно, чтобы ребенок в самом деле очень много что попробовал и выбрал, что я могу. Понимаете, когда, ну скажем, ребенок научился там что-то делать, забивать, забивать гвозди, и может быть это то, что у него будет дальше в жизни. Понимаете? Вот к этому мы должны подталкивать. Мы всегда говорим родителям, пусть ваши дети пробуют. Прямо сейчас мы подводим итог нашей передачи. Я хотела бы попросить вас все-таки дать такую общую рекомендацию для родителей. Давайте начнем со школы все-таки, да, когда, в принципе, мы их все-таки уже начинаем контролировать более осмысленно, наверное, в принципе. И первое, что я хотел бы сказать родителям, да, ищите с ребенком, понимаете, не вторичную занятость, ну скажем так, чтобы он не бегал по улицам, а ищите для него его дело. Вот в этих, в общем-то, различных объединениях. У нас, к счастью, очень много кружков, секций, объединений бесплатные, в отличие от наших соседей. Да, и есть возможность очень много попробовать. Ничего страшного, если этот ребенок, в принципе, в общем-то, за несколько лет пройдет много-много различных кружков. Присматривайтесь и предлагайте ребенку пробовать. Здесь нужно, конечно, предостеречь родителей. Не надо навязывать свои, извините, нереализованные мечты. Это самая большая проблема сегодня, наверное, в выборе профессии, когда ребенок выходит тут на финиш школы. Когда родитель видит его в своей династии, когда родитель хотел сам быть медиком, да, но у него что-то не получилось, и он хочет, чтобы медиком стал его дочка и так далее. То есть дайте ребенку тоже выбирать. Не стесняйтесь, проявляйте активность и свой уровень психологической культуры. Создавать ситуации, чтобы ребенок себя пробовал в самой различной деятельности. Опять-таки, в трудовое воспитание никто не отменял и семейное трудовое воспитание. Съездили, покопали картошку, поняли, что такое сельское хозяйство. Помогли дома там по строительству основы, как говорится, там плотничения, или если там печку переложить, тоже осознали, что такое кирпичицы нет. Дома посмотрели за младшими братьями, сестрами, получили основы педагогики, поухаживали за больным человеком, поняли основы того, что будет переживать доктор. Чем больше таких ситуаций будет переживать ребенок и родители будут создавать, тем быстрее придет к ребенку осознание, что же ему все-таки в этой жизни интересно. Формируйте отношение к профессии как к самореализации. К самореализации своего предназначения, своих талантов, своих способностей. И вот ребенок знает, что я и к математике у меня способности, и спортом я занимаюсь, и музыкой я занимаюсь. Что же из этого выбрать? Вот давай здесь подумаем и построим эти профессиональные образовательные траектории по каждому направлению твоего успеха. И вот учить выбирать, учить строить эти траектории. И, конечно же, отношение к труду формировать. И говорить о том, что очень важно и для твоей жизни, и для общества профессиональная самореализация. Я бы сказала о оптимальной позиции родителей, которую они должны занимать при выборе профессии детьми. Крайняя позиция – это что ты можешь выбрать, я выберу за тебя. И вторая крайняя позиция – выбирай сам, это твоя жизнь, самоустранение. Вот золотая середина – это твой выбор, твоя жизнь, а я рядом, я помогу, я готова обсудить, я готова быть рядом с тобой. Уважаемые родители, пожалуйста, не лишайте своих детей права выбора. Особенно касается это вопроса выбора своей будущей профессии. Пусть как можно больше у них будет вариантов, как можно больше будет потенциально дверей, в которые они могут войти и успешно дальше пойти по своей жизни. Уважаемые родители, я обращаю ваше внимание, что ваши дети имеют право на ошибку, даже при выборе профессии. Уважаемые родители, используйте, пожалуйста, при выборе профессии все мыслимые и немыслимые способы, чтобы узнать, что важно будет в будущем для вашего ребенка. Уважаемые родители, наши дети – это дети поколения Z, поколения SMART, поколения 21 века. Они другие, они не такие, как мы. Поэтому предоставьте им право выбора и верьте в них, поддерживайте их, и они определятся сами. Мы убедились, что лучшее время для профориентации – это детский возраст. И важно не делать этот выбор за ребенка, а, напротив, научить его сделать этот выбор самостоятельно. Это была «Школа жизни» на телеканале «Беларусь-4». Всего вам доброго и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...